Беседа 62.19.1 Когда Иисус окончил Словасии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Иисус Христос часто оставлял иудею по причине ненависти к нему жителей. Ныне опять приходит туда, так как приближалось время его страдания. Впрочем, самый Иерусалим не входит еще, но посещает только пределы иудейские. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Он не занимается исключительно ни одной только проповедью, ни одним только чудотворением, но то тем, то другим попеременно. Представляя различные средства ко спасению неотлучным своим последователям, чтобы посредством знамений приобреть доверие к себе как учителю и веру к своей проповеди. А посредством учения умножить пользу знамений. А это сделано им было с той целью, чтобы привести своих слушателей к богопознанию. Заметьте то, что ученики вообще говорят о людях, следовавших за Иисусом, не называя по имени каждого из тех, которые исцелились. Они не говорят такое-то или другое, но многие, чтобы научить смирение. Христос благодетельствовал и многим другим. Исцеление немощи первых представляло случай к богопознанию последним. Только не фарисеям. Напротив, последние от этого еще более ожесточаются и приходят к нему с искушениями. Так как они не могли уловить Христа в делах, то предлагают ему для разрешения вопросы. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Какое безумие! Они хотели загородить уста его своими вопросами, хотя уже видели доказательства такой его силы. Когда фарисеи с Иисусом Христом много рассуждали о субботе, когда говорили, что он богохульствует, беса имеет, когда укоряли учеников его по случаю прохождения их по насеянным полям, когда рассуждали о неумытых руках, везде заградив им уста и слеза в бесстыдный язык, он таким образом отпускал их. И все-таки они его не оставляют. Такова злость и такова зависть. Бесстыдно и дерзостно. Хотя тысячу раз отразив ее, она опять столько же раз будет нападать. Но заметь злость в самом вопросе. Не говорят ему, ты велел не оставлять жену, потому что об этом законе уже говорено было. Они не вспомнили этих слов, а с намерением удалились от них и с коварным умыслом желая более уловить его и поставить в необходимость противоречить закону. Не говорят, для чего ты установил тот или другой закон, а как будто бы не было говорено ни о каком законе, спрашивают, позволительно ли. Думая, что он забыл свои слова, и готовясь, если он скажет, что следует отпускать, обратить против него собственные его слова и сказать, для чего же ты говорил прежде, не так. А если повторить прежние свои слова, то противоположить ему закон Моисеев. Что же он им отвечает? Он не сказал, что меня искушаете, лицемеры. Хотя после так говорит. Но здесь этого не сказал. Почему же? Для того, чтобы вместе со своим могуществом показать кротость. Он не во всяком случае молчит, чтобы не подумали, что ему неизвестно. Не всегда и обличает, чтобы научить нас, что все должно переносить с кротостью. Как же он отвечает им? Он сказал им в ответ. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей. И будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал? Того человек да не разлучает. Подивись мудрости учителя. На вопрос, позволительно ли, он не тотчас отвечал, не должно, чтобы они не возмутились и не наделали шуму. Но прежде решительного ответа он предварительно сделал его уже очевидным, объяснив, что и его повеление есть заповедь отца его, и что он установил ее не противоречи Моисею, а в полном согласии. Заметь, что он утверждает свои слова не только тем, что Бог сотворил мужа и жену, но и заповедью, которую он произнес после их сотворения. Он не сказал, что Бог только сотворил одного мужчину и одну женщину, но и то, что велел им одному и одной между собой соединиться. А если бы Бог хотел, чтобы жену оставляли и брали другую, то сотворил бы одного мужчину и многих женщин. Итак, как образом творения, так и определением закона, Иисус Христос показал, что муж с женою должны соединиться навсегда и никогда не разлучаться. И смотри, как говорит, сотворивший искренне мужеский и женский пол сотворил их. То есть, так как они произошли от одного корня, то и должны соединиться в одно тело, будете говорить оба в одну плоть. Потом, представляя, как страшно нарушать это повеление, утверждая закон, не сказал. Итак, не расторгайте, не разделяйте. Но, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает. Если ты ссылаешься на Моисея, то я указываю на Господа Моисеева. И притом утверждаю древностью установления. Написано, что сотворивший мужчину и женщину. И этот закон не самый древний, хотя и вводится, по-видимому, теперь только мною, и установлен с особенным тщанием. Не просто Бог привел мужа к жене, но велел оставить и матерь, и отца. И не просто приказал прийти к жене, а прилепиться самыми словами, показывая нерасторжимость. Но и этим не удовольствовался. Он еще потребовал другого соединения, теснейшего, и будут, говорит, двое в одну плоть. 635. Таким образом, изложив древний закон, делом и словом установленный, и доказав его достоверность тем, кто дал его, он со властью далее изъясняет его и усиливает словами. Посему уже не два, но единая плоть. Следовательно, как рассекать плоть, есть дело преступное, так и разлучаться с женой, дело беззаконное. И на этом еще не остановился, но в подтверждении указал на Бога, говоря, что Бог сочетал того человек, да не разлучается. Этими словами он показывает, что разводится дело противное как природе, так и закону. В природе, поскольку рассекается одна и та же плоть, закону, поскольку вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять. Что же после этого должно было делать? Не замолчать ли и не похвалить ли сказанного? Не подивишься ли мудрости? Не измислили такому согласию с отцом? Но фарисеи ничего этого не делают. А опять продолжают спорить. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Потому что они говорили, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Хотя не они ему должны были сделать такое возражение, а он им, но не нападает на них. Но говорит им, и того не говорит, что я не виновен в этом, но разрешает это возражение. И если бы он не был согласен с древним законом, то не вошел бы в спор за Моисея. Не утверждался бы на нем, на том, что вначале однажды установлено. Не старался бы доказать, что его слова согласны с древним законом. Но Моисей заповедовал многое другого, например, о пище, о субботе. Почему же они не указывают ему на эти предписания, подобно тому, как делают это в настоящем случае? Потому что желают вооружить против него народ. У иудеев развод был обычным явлением, и все им пользовались. Поэтому-то из всех заповедей, о которых было говорено на горе, они теперь и вспомнили только об этой. Но неизреченная мудрость и эту заповедь защищает и говорит, ибо Моисей по жестокосердию вашему положил такой закон. Спаситель не допускает порицать и Моисея, поскольку он сам дал ему этот закон, но освобождает его от осуждения и все обращает против фарисеев, как и везде он это делает. Так, когда они обвиняли учеников в том, что они срывают травы, он показал, что и они не чужды обвинения. И когда они называли преступлением есть неумытыми руками, он показал, что они сами преступники. Так поступил он, говоря о субботе, так поступал везде, так и здесь. Затем, так как слова его были для них несносны и весьма укоризнены, то он тотчас обращает свою речь к древнему закону, говоря то же, что и прежде сказал. А от начала было не так. То есть в начале искренне, самым делом Бог дал нам закон противоположный, чтобы они не сказали, откуда известно, что Моисей сказал это по жестокосердию нашему. Христос опять заставляет их этим молчать. В самом деле, если бы этот закон дан был раньше и был полезен, то тот не был бы дан в начале. И Бог, сотворивший человека, не сотворил бы его таким образом, то есть в лице только мужа и жены. И Христос не сказал бы, но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. После того, как заставил их молчать, он как Господь поставляет закон, подобно тому, как он сделал это, когда рассуждал о пище и о субботе. Как тогда, провергнув их по отношению к закону о пище, начал говорить народу, что не входящее в устав скверняет человека, равно посрамив их по отношению к закону о субботе, сказал, поэтому разрешается делать добро в субботу, так и здесь. Но что там случилось, то и здесь. Как там, после посрамления иудеев ученики смутились и, подошедшие к нему с Петром, говорили, «Для нас три говоришь притчи сию», так и здесь, смутившись, говорили. Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Но теперь они лучше поняли сказанное, нежели прежде. Поэтому-то тогда они замолчали, а теперь, поскольку возражение было провернуто, вопрос решен, и закон сделался яснее, вопрошают его. Явно противоречить они не осмеливаются, а предлагают лишь то, что из сказанного им кажется важным и трудным. «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Им казалось, что слишком несносно иметь жену, исполненную всякого зла, и терпеть при себе постоянно неукротимого зверя. 637. Что точно ученики смутились, это показал Марк, говоря, что они наедине спрашивали об этом Иисуса. Что же значит их слова, что «Если такова обязанность человека к жене, то значит, если муж с женой для того соединились, чтобы составлять одно, если муж так этим обязан, что он всякий раз, как скоро поставляет жену, поступает против закона, то легче сражаться с пожеланием природы и с самим собою, нежели со злой женою. Что же сказал Христос на это? Не сказал «Да, точно, легче». Это для того, чтобы не подумали, что это дело законное, но произнес. Не все вмещают слово «сие», но кому дано. Этим самым он возвышает предмет, представляет его великим, и таким образом привлекает и побуждает к нему. Но обратите внимание на противоречие. Он называет это великим, а не легким. В самом деле то и другое нужно было. Ему надо было назвать это великим, для того, чтобы сделать их усерднейшими. А они должны были своими словами показать легкость этого, чтобы по этой причине преимущественно избрать девство и целомудрие. Так как речь о девстве могла показаться им очень тяжкую, то он неприменяемостью брачного закона возбудил в них желание девства. Далее. Показывая возможность безбрачной жизни, он говорит, «Ибо есть скопцы, которые из срева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит». Неприметно возбуждая в них этими словами желание к избранию девства и убеждая в возможности этой добродетели, он как бы так говорит, «Представь себе, что ты таков от природы, или сделался таковым через насилие других, что бы ты стал делать, лишившись наслаждения и получая за то награды?» Итак, благодари Бога, что для награды и венцов терпишь то, что терпят другие, не имея их в виду. Притом это еще облегчается, когда ты подкрепляешь себя надеждой и сознанием добродетели и не увлекаешься пожеланиям, сильно волнующим тебя. Подлинно, не столько отсечения члена, сколько сила ума может укращать подобные волны и водворять тишину. Итак, чтобы научить учеников, Христос перечислил роды скопцов. Если бы он не имел этой цели, то для чего бы ему было перечислять других скопцов, когда же он говорит о скопиле себе, то разумеет не отсечение членов, да не будет этого, но истребление злых помыслов, потому что отсекший член подвергается проклятию, как говорит Павел. О, если бы был отсечен развращающий вас, Галатам 5.12, и весьма справедливо, таковой поступает подобно человека убийцам, содействуя тем, которые унижают творение Божие, отверзает уста манихеев и приступает закон, подобно тем из язычников, которые отрезывают члены. Отсекать члены искренне было дело дьявольское и злоощрение сатаны, чтобы через это исказить создание Божие, чтобы нанести вред человеку, созданному Богом, и чтобы многие, приписывая все не свободе, а самим членам, безбоязненно грешили, сознавая себя как бы невинными. Отсечение членов измышлено было таким образом для того, чтобы причинить человеку сугубый вред, как отсечением членов, так и постановлением препятствий воли делать добро. Все это измыслил дьявол, который, желая расположить людей к принятию этого заблуждения, ввел еще и другое ложное учение о судьбе и необходимости, и таким образом всячески старался уничтожить свободу, дарованную нам Богом, уверяя, что злое следствие физической природы, и через это рассеивая многие другие ложные учения, хотя и скрытно. Таковы стрелы дьявольские. Поэтому, молю, убегайте от такого преступления. К сказанному следует прибавить, что пожелания наши отсечением членов не только не укращаются, но еще более раздражаются, так как семья, находящаяся в нас, другие имеют источники и другим образом возбуждается, одни говорят, что пожелания происходят от мозга, другие – от чревесу, а я говорю, что оно происходит не из иных источников, как от озвращенной воли и невнимания к помыслам. Если воля целомудрена, то никакого не будет вреда от естественных движений. И так сказав о скопцах, как о тех, которые напрасно скопят себя, не будучи целомудренными в помыслах, так о тех, которые ради Царствия Небесного сохраняют девство, Христос им прибавляет, кто может вместить, да вместит. И таким образом, по неизреченной своей кротости, показывая, сколь ваше соблюдение девство, и не заключая его в необходимых предписаниях закона, он еще более воспламеняет в них любовь к нему. И этим самым он показал совершенную возможность добродетели, чтобы тем сильнее возбудить в воле желание ее. 639. Но если это зависит от воли, то спросит кто-либо, для чего он вначале сказал, не все вмещают, но кому дано? Для того, чтобы ты, с одной стороны, познал, как велик подвиг, с другой, не представлял его для себя необходимым. Дано тем, которые хотят. А говорил он таким образом, для того, чтобы показать, сколь великую имеет нужду в божественной помощи тот, кто вступает на этот подвиг. Помощи, которую без сомнения получат желающие. Спаситель обычно употребляет это выражение, когда идет речь о чем-либо важном. Как, например, говорит, вам дано знать тайны. А это есть истина, видна и из настоящего места. В самом деле. Если бы этот добродетель была только даянием свыше, и сами девственники от себя ничего не приносили бы, то напрасно бы он обещал им царствие небесное и отличал их от других скобцов. Но обрати внимание на то, каким образом одни этим пренебрегают, а другие отсюда получают пользу. Иудеи удалились, ничему не научившись, и не вопрошались, чтобы научиться чему-либо. Ученики же отсюда получили пользу. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царство небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Почему же ученики не допускали детей? Из уважения к Иисусу Христу. Что же он? Чтобы научить их смирение, истребить гордость мирскую, берет детей, обнимает их, и таковым обещает царствие, о чем и прежде он говорил. Так и мы, если хотим наследовать небеса, всеми силами должны стараться стяжать добродетель смирения. Цель Соломудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту. Это и жизнь ангельская. Душа дитяти чиста от всех страстей. Дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает, как к друзьям, как бы ничего не бывало. Сколько бы мать не наказывала свое дитя, она всегда однако ищет ее и более всех любит ее. Представь ему царицу в диадеме, она не предпочтет ее матери. Обличенные в рубище, но еще более будет желать видеть последние в рубище, нежели царицу в богатой одежде. Своё оно различает от чужого, не по бедности или богатству, но по любви. Дитя ничего более не требует, кроме необходимого, и, коль скоро насытится молоком, оставляет сосы. Дитя не печалится, как мы о потере денег и тому подобном, равно как и не радуется, подобно нам, о таких скоро приходящих вещах. Дитя не пристрастны к красоте телесной. Вот почему Христос и сказал, таковых есть, Царство Небесное, чтобы мы по свободной воле делали то, что дети делают по природе. Так как фарисеи руководились в исполнении своих дел не иным, чем как хитростью и гордостью, то он, обличая их и научая своих учеников, повелевает последним везде быть простыми, как на высших, так и на низших степенях достоинства. Подлинно. Ничто так не надмевает человека, как власть и преимущество. Между тем, ученикам Христовым предстояли большие почести во всей Вселенной, поэтому Спаситель и предупреждает их, не попуская им потерпеть что-либо человеческое, запрещая требовать почести от народа или гордиться перед ним. Хотя это и кажется маловажным, однако служит причиной многих зол. Так фарисеи, привыкшие к гордости в отроществе, впоследствии не изринулись в бездну зол, требуя приветствия, председания, посредничества. Эти пороки ввергли их в безумное словолюбие, а последнее повергло их в нечестие. Вот почему они навлекли на себя проклятие за искушение Господа. Дети же, как чистые, от всех этих пороков получили благословение. Уподобимся же и мы детям. И да будет злоба наша, подобно злобе младенцев. Невозможно, невозможно, говори, иначе увидеть небо. Всякому нечестивцу и лукавому непременно должно не зринуться в гиенну. Но еще прежде гиенны, здесь мы потерпим крайнее зло. Если будешь злой, говорит Писание, то один потерпнешь злое. Если же добр, то будешь таковым для себя и для ближнего. Притча 9.12. Вспомни, что я прежде, и прежде так было. Кто был злее Саула, и кто проще не злобили Давида, но кто из них был сильнее? Не два ли раза Давид имел Саула в руках своих, и не оставлял ли он ему жизнь, когда мог отнять ее? Не пощадил ли его, когда имел его в своей власти, и как бы связанного в сетях и темнице? Хотя и другие подстрекали Давида, и сам он имел причину наказать Саула за его бесчисленные преступления. Однако он отпустил его от себя, не причинив ему вреда. Саул со всем войском преследовал Давида, а последний блуждал с малым числом беглецов, лишенных всякой надежды, и перебегал с места на место. Между тем беглец победил царя. Это от того, что Давид вооружался простотою, а Саул – злобою. В самом деле, можно ли представить, кого злее Саула, искавшего убить вождя своего войска, который счастливо совершал все войны, одерживал победы, получал трофеи, сам переносил труды, а его украшал победными венцами? 640. Такова зависть. Она всегда строит козни добрым ближним, и страждущего ею терзает и окружает бесчисленными бедствиями. Жалкий Саул, пока Давид не ушел от него, не произносил в слезах таких жалостных слов. Скорблю очень, иноплеменники воюют на меня, и Бог отступил от меня. 1 цар. 28.15. Пока Давид не удалился от него, да то ли не падал он на брани, но был в безопасности и славе, так как слава военачальника переходила на царя. Давид не был честолюбив, не искал свергнуть его с престола, но все исполнял для него и неусыпно заботился о нем. Это видно из последующего. Может быть, не совсем знающее дело станут приписывать закону подчиненности то, что Давид воевал за Саула, но после того, как Саул изгнал Давида из своего царства, что уже удерживало последнего в пределах повиновения и заставляло удерживаться от войны с царем. Не все ли напротив располагало убить Саула? Не строил ли Саул несколько раз козней против Давида? Не был ли он облагодетельствован этим? Не имел ли Давид право обвинить его? Не подвергался ли опасности обещанное Давиду царствование и даже самая жизнь его? Не принужден ли был Давид беспрестанно блуждать, бегать и трепетать за свою участь, доколе Саул был жив и царствовал? И однако ничто не могло заставить Давида обогреть кровью свой меч. Видя Саула спящим, в полной своей власти, одного, среди своих воинов, касаясь главы его, подстрекаемой многими, которые говорили, что такой благоприятный случай есть определение Божие, Давид замкнул уста подстрекавшим его, удержался от убийства и отпустил Саула живым и невредимым. И как бы телохранитель его и щитоносец, а не враг, обвинял воинов в предательстве царя? Что может сравниться с такой душою? Что с такой кротостью? Об этом можно судить по вышесказанному. Но еще более можно убедиться, если обратить внимание на то, что ныне бывает. Когда мы увидим нашу злость, тогда лучше познаем добродетель святых. Поэтому умоляю вас, подражайте их ревности к добродетели. Если желаешь ты славы, и потому строишь козни ближнему, то тогда вполне приобретешь ее, когда, презрев эту славу, будешь удерживаться от коварства. Как для сребролюбивого приобретение богатства соединено с потерей, так и для славолюбивого, домогательство славы соединено с бесславием. Если хотите, то и другое рассмотрим по рознь. Так как мы немало не страшимся гиенны и нисколько не заботимся о Царстве Небесном, то, по крайней мере, посмотрим на следствие того и другого в настоящей жизни. Скажи мне, кто достоин посмеяния, не тот ли, кто слишком домогается славой у людей, кто достоин похвалы, не тот ли, кто совершенно пренебрегает человеческой похвалой. Следовательно, если любовь к пустой славе соединена с поношением, если тщеславный, гоняющийся за славой, не может скрыться, то и будет он непременно подвергаться поношению и домогательству славы и сделаться для него причиной бесславия. И не за это только потерпит он бесчестия, но и за то, что бывает принужден делать много позорного и свойственно только самому последнему рабу. Равным образом и все те, которые до безумия пристращаются к корысти, обыкновенно получают вред, главным образом от своего недуга, они подвергаются многим обманам, малейшие выгоды причиняют большой вред, как говорит пословица. Так точно и сладострастному служат препятствием к наслаждению необузданной его страсти. Сладострастными и женоподобными мужьями жены обходятся, как с рабами, и никогда не хотят обращаться с ними, как с мужьями, но бьют их по щекам, плюют в лицо, во всем их проводят и обманывают, издеваются над ними и приказывают исполнять все свои желания. Точно так же нет ничего презрения и бесчестия человека надменного, словолюбивого и очень много о себе думающего. Люди, не привыкшие уступать свои права другим, ничему столько не сопротивляются, как человеку стесивому, надменному и словолюбивому. Притом гордый, что буду удовлетворить своей страсти. Надевая на себя личину, рабски присмыкается перед высшими, ласкает и угождает им, и несет рабство хуже всякого подкупного раба. Итак, представляя все это, отвергнем эти страсти, чтобы и здесь не подвергнуться наказанию, и там не мучиться вечно. Будем любить добродетель. Тогда мы и здесь, прежде еще, Царствие Небесное, приобретем великие блага, и по смерти насладимся благами вечными, коих все мы да исподобимся, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.